В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Оплата услуг ЖКХ по единому платежному документу вызывает много вопросов у жителей. Ситуацию прояснили на встрече главы округа с жителями. Они прославили округ в Московской области. Люберецких лауреатов премии «Наша Подмосковья» поздравил лично Владимир Рожицкий. Ёлки под запретом. Незаконная вырубка новогодних деревьев взята под контроль. Дешевле будет купить. На зарядку становись. Причем с депутатом. Спортивный флешмоб стартовал в Люберцах. Я хочу сережки присящие, которые... Ну, Алина, они уже есть. Самое время исполнять желания. Резиденция Деда Мороза начала работу. Где зимний волшебник ждет своих гостей? Сейчас об этих и других новостях подробнее. В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления ведомств подвели итоги минувших 7 дней и наметили рабочие планы на предстоящий период. Подробности у Луизы и Гезарян. 28 преступлений зарегистрировано на территории обслуживания Люберецкого управления МВД на минувшие недели. Сотрудникам полиции удалось раскрыть 25 уголовных дел. Большинство из них связаны с наркотиками. Имели место и квартирные кражи. В последнее время участились случаи тоже квартирных краж. Хотелось бы обратить внимание, что есть такие услуги, как вневедорственная охрана, нацгвардия, постановка квартир и предприятие на сигнализацию. Сигнал тревоги поступал на пульт пожарно-спасательного гарнизона 16 раз. Четыре возгорания зарегистрированы на территории городского округа Люберцы. Один пожар произошел в частной бытовке на территории СНТ «Дружба», поселок Красково. Один в частном доме СНТ «Родник», также поселок Красково. Также пожар произошел один в продуктовой палатке в поселке Томилино. И в ночь с пятницы на субботу в административном здании по адресу город Люберцы, улица Красная, дом 1. Капитальный ремонт жилого фонда идет в ускоренном режиме. Обновление фасадовой кровель в 125 МКД полностью завершено. Для того, чтобы выполнить план этого года, остается заменить 55 лифтов. В рамках благоустройства Егорьевского шоссе в 2019 году проводится работа по капитальному ремонту 17 имноквартирных домов. На данный момент кровли уже выполнены. Из фасадов остался лишь только ремонт навесного фасада по адресу микроэнг-птицфабрика, дом 28. Участники совещания обсудили ситуацию в сфере здравоохранения. По словам главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрия Старцева, в конце ноября округ получил дополнительную партию вакцины от гриппа. Защитить себя от сезонного заболевания люберчане смогут до 20 декабря. Мы выполнили план по диспансеризации. Более чем 50 тысяч жителей города провести через определенные медицинские процедуры и необходимые консультации и так называемые скрининговые методы исследования. Более 10 тысяч звонков приняли и обработали диспетчеры ЕДДС на минувшей неделе. 590 обращений поступило на горячую линию администрации. По статистике, большинство из них связано с работой ЖКХ, ГИБДД, а также вопросами экологии и содержания дорог и тротуаров. Луиза Егязарян, Александр Моисеев, Валерий Абсалямов, Телеканал ЛРТ. Уже полгода жители округа оплачивают жилищно-коммунальные услуги через единый расчетный центр. Тем не менее, до сих пор работа компании вызывает у плательщиков немало вопросов. Прояснить ситуацию они попросили Владимира Ружицкого. Глава округа выслушал претензии и просьбы люберчан на очередной встрече с жителями. Неточности в платежках, несвоевременная отправка единых платежных документов – длинные очереди в офисе. Вопросы к работе МОСОБЛ ЕИРЦ вошли в число самых популярных тем на этой встрече с жителями. Владимир Ружицкий пояснил, что компания работает над устранением сбоев в работе. Решение всех проблем – вопрос времени. Когда это было в наших руках, будем говорить, это собирали управляющие компании, наш оператор, у нас не было вопросов. Сейчас просто идет передача, просто дошли в голову. Я думаю, месяц-два мы эти вопросы должны снять. Жители ЖК Малая Павлина мечтают о том, чтобы до МОСОБЛ ЕИРЦ им было рукой подать. Сейчас на дорогу до Люберецкого офиса у жителей отдаленных районов округа уходит неприлично много времени. Проблему должны решить новые отделения в Малаховке, Томилине и Марусине. Их могут открыть уже в этом году, пока плательщикам предлагают решать вопросы через интернет. Призываем регистрироваться в личном кабинете, получать там счета, получать там возможность оплачивать без комиссии и задавать вопросы, опять же, посредством личного кабинета, потому что массу вопросов можно снять дистанционно. Новичок в Люберецком округе – региональный оператор Эколайн Воскресенск. За год работы довести до совершенства процесс вывоза и утилизации отходов пока не успел. Жители обращают внимание властей на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Мы никогда не говорим, не отмахиваемся, что это не наша тема. Это тема все-таки наша, городских служб и управляющих компаний. Региональный оператор за этот год тоже набрался опыта. Наша задача вместе с оператором, чтобы было чисто, а у вас не было вопросов. Другие вопросы, которые обсудили на встрече – благоустройство округа и реализация программы «Зима в Подмосковье». Капитальный ремонт многоквартирных домов в Люберецком округе идет согласно графику. В микрорайоне Западный поселка Октябрьский полным ходом меняют лифты, у которых закончился срок эксплуатации. Глава Владимир Ружицкий проинспектировал один из объектов. Дому номер 5 в микрорайоне Западный уже более 25 лет. Самое время заменить отслужившие свой срок лифты. Работы велись с сентября. Их постарались провести так, чтобы не доставить неудобства жителям. Закончили на две недели раньше запланированного срока. Работы по замене лифтового оборудования проводились попеременно. То есть сначала менялся один лифт, потом другой, чтобы жители не получали какой-то дискомфорт по проведению работы. Всего управляющей компании содействия в Октябрьском предстоит заменить 20 лифтов в пяти домах. Работы ведутся одновременно на всех объектах. Выполнением проделанного глава округа остался доволен. Однако высказал руководству организации свои замечания. Допустим, у нас есть и ЛГЖТ, и ЛУ, и компания ФФ. Можно пойти, как там дома содержатся, подъезды. Ну и в частности в этом доме это, скажем так, не на уровне. Другое дело, что мы, я думаю, в ближайшее время проведем еще ряд таких инспекций по жилому фонду, в том числе особенно по содействию. В рамках капитального ремонта МКД в Люберцах заменят 130 лифтов в 39 многоэтажках. Сегодня обновили уже 40 подъемников. Полностью завершить установку лифтов планируется в феврале 2020 года. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Конец года, время подводить итоги. В администрации оценили результаты работы с многодетными семьями, а также поставили задачи на 2020 год. Так, на сегодняшний день план по строительству дорог для многодетных обладателей земельных участков выполнен на 39%. В Раменском районе для жителей проложили подъездную дорогу длиной 1200 метров. Провели почти 5 километров внутриквартальных проездов. Из них 1800 метров сделали в этом году. Также в 2019-м дорожники построили более полутора километров кюветов. Ширина построенных дорог в этом году составляет 5 метров. То, конечно, пусковато, да. Все мы это понимаем. Со стороны представителей многодетных, естественно, были возражения. По результатам встречи собравшиеся приняли решение расширить построенную в 2019 году дорогу и обустроить вдоль проезжей части тротуары. Также власти пообещали обладателям земельных участков исправить недочеты, которые допустили при создании кюветов. Трехсторонние соглашения по трудовым отношениям подпишут в Люберцах в 2020 году. Детали сотрудничества обсудили на заседании комиссии по социально-трудовым отношениям. В нее вошли сотрудники администрации, территориальных объединений профсоюзов, а также представители союза промышленников и предпринимателей. В защите взаимоотношений между работодателем и работником всегда стоял профсоюз. Во всем мире, традиции, в этом плане у нас здесь ничего нового нет, просто мы стремимся все это сохранить. И в этом плане, мне кажется, у нас что-то получается. Трехсторонние соглашения планируют подписать в День труда. А пока выдающихся представителей профсоюзов наградили почетными грамотами и благодарностями. 46 люберчан в этом году получили губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Это одно из самых больших чисел в области. Лауреаты уже стали героями церемонии награждения в Красногорске. Теперь же тех, кто прославил Люберцы на все Подмосковье, лично поблагодарил Владимир Ружицкий. Я вам сегодня говорю спасибо, потому что вы тот актив, который в принципе работает на благо Люберецкого городского круга, славит Люберцы. Творчество и духовное наследие, волонтерство, прорыв и экология. Нет в нашем Подмосковье номинации, которая не покорилась люберчанам. Конкурс красоты «Люберецкая краса» стал одним из лучших творческих событий области. Проект «Это новый» и «Молодая гвардия» впервые предложила девушкам до 20 лет блеснуть талантами на сцене всего лишь год назад. Собираем молодежь девушек нашего округа, мотивируем на развитие себя и людей вокруг себя. Девушки также показывают себя в разных направлениях. Творчество, кулинария, дефиле. Спортивно-технический клуб «Люберцы» коллекционирует дипломы премии «Наши Подмосковья». Ее лауреатом он становится во второй раз. Детища активистов соревнования по скоростному маневрированию. Уже семь лет клуб приглашает автолюбителей показать чудеса на виражах. Развиваем автоспорт в Люберцах. Но, как получается, уже не только в Люберцах. Люди приезжают с разных уголков. Стулы, с костра мы двигаем. Спорт в масса. Сделать спорт еще ближе к массам Игорю Каулину поможет губернаторская премия. Все лауреаты нашего Подмосковья получили по 180 тысяч рублей. На эти деньги они смогут сделать свои общественно полезные проекты еще эффективнее. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Танцы, пения, декоративно-преглавное творчество, путешествия. Такие занятия на выбор пенсионерам Подмосковья предлагает программа «Активное долголетие». Члены общественной организации «Дети войны» в Октябрьском выбирать не стали, а совместили в своей работе все активности. Добавили к этому просвещение и волонтерскую работу. Каждый день «Дети войны» доказывают, неравнодушие не выходит на пенсию. Моё счастье, где-то не далечко. Познайду, как постучу в окно. Уйди на крылечко, ты мое сердечко. Без тебя тоскую я давно. Ансамбль «Дети войны» – коллектив девичьей. Отсюда и романтическое настроение, которое читается между нот. Со сцены округа солистки поют о любви уже три года, но до сих пор нервно теребят в руках платки, когда перед ними открываются кулисы. Волнуюсь очень, волнуюсь. Очень волнуюсь. Мы все, наверное, так волнуемся, когда пеем. Так всё получается. Хорошо, а как? На сцены выйдешь? Ну, как все, наверное, волнуемся. Чаще, чем о любви, ансамбль поёт только о войне. С фронтовыми песнями коллектив гастролирует по школам округа, чтобы передать подрастающему поколению свои знания о тех непростых годах. Каждая солистка – член общественной организации «Дети войны» в Октябрьском и свидетель событий послевоенных лет. «Давно мы дома не были» – песня фронтовой молодости Петра Пустовара. Ветеран Великой Отечественной войны принял свой первый бой в 17 лет. Получил благодарность Сталина и заплатил за неё четырьмя тяжёлыми ранениями. Пётр Андреевич освобождал Смоленскую, Брянскую области, Беларусь. Беларусь, я понимаю, что мы прошли её, ни одно человека не встретили. Нигде никого нет, всё уничтожено. Только ещё в лесах, где-то жили в землянках партизанской. Вот такой фашист был. И так везде, где бы мы ни проходили, следы, следы варварских, уничтожений. Война – это страшная вещь, не дай бог. Пётр Пустовара – один из четырёх ныне живущих в Октябрьском ветеранов. Ушедшие из жизни герои смотрят на потомков с чёрно-белых фотографий в штабе общественной организации «Дети войны в Октябрьском». Слово за этих свидетелей военных лет берут их дети. Любовь Клышникова хранит историю о своём отце – лётчике-испытателе, который ушёл на фронт в первые дни войны. Где-то в конце 41-42 года он погиб. И он имел орден Ленина, боевых вылетов. До него было 109 раз. Сегодня 240 детей войны из Октябрьского вкладывают в головы подрастающего поколения достоверные факты из биографии героев войны. Просветительскую работу они считают главной своей миссией. Участники общественной организации даже издают книги, чтобы сохранить уникальные истории на века. Я хочу, чтобы мои дети, мои внучата знали про это. Как нам тяжело было после войны. Как мы голодали. Они вот сейчас живут во всём роскоши, ничем не нуждаются. А мы раньше кусок хлеба, чтобы купить, какие-то нужны были деньги. Мы ещё были маленькими детьми. Мать с отцом работали, а мы им помогали в работе в этой. Анастасия Сычёва – член актива «Детей войны в Октябрьском». 30 человек решают насущные общественные вопросы. У каждого своя роль. Надежда Григорьева – местный летописец. Собирает фотосвидетельства из жизни организации в альбом. Здесь воспоминания об уроках мужества, выступлениях ансамбля и волонтёрских акциях. Сейчас у меня такая задумка. Хочу сделать историю нашего посёлка. Вот именно отдельно всё это отразить в фотографиях. Чтобы когда мы этот альбом передадим молодёжи, они видели всё это наглядно. Но не только об умах молодёжи заботятся дети войны. Под их опекой старшие поколения жителей Октябрьского. Активисты привлекают силы волонтёров, чтобы помочь пожилым одеждой и продуктами. Бывает, скидываются на гуманитарную помощь со своих пенсий. Случись что, и в общественную организацию звонят как на горячую линию. На наш коллектив у посёлка, у стариков очень большие надежды. Что-то где-то случится, в первую очередь звонят нам. Нету света, нету воды. Кого-то обидели, какую-то старушку обманули. Всё к нам, и мы все вот так здесь, все коллегиально решаем. Паузы между решением организационных вопросов и насущных проблем дети войны заполняют мечтами. Солистки ансамбля хотят записать музыкальный альбом. Члены общественной организации мечтают основать музей, посвящённый истории Октябрьского, и отреставрировать памятник воину-освободителю. Одних пенсий активистов на осуществление этих амбициозных целей не хватит. Но дети войны надеются, что найдут поддержку среди неравнодушных люберчан. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Итоги проделанной работы и цели на новый 2020 год. Это стало главной темой заключительного в 2019 году собрания Союза журналистов Подмосковья. Также в Люберецком отделении участники встречи поздравили новоиспечённого обладателя билета общественной организации. Им стала заведующая отделом развития Люберецкого краеведческого музея Ольга Засыпкина. Пополнили ряды Союза журналистов и три представителя телеканала ЛРТ. В первичном отделении Акул и Пера пообщались с единомышленниками и узнали о программе объединения, которая поможет им в дальнейшей работе. Несколько семинаров проводятся по соцсетям Союза журналистов России. В этом году два раза участвовали наши сотрудники. Периодически идёт рассылка, мы рассылаем информацию, где можно принимать участие для повышения своей квалификации. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков в Московской области совместно с люберецкими полицейскими задержан подозреваемый в сбыте наркотиков. По результатам химического исследования установлено, что содержимое одной из бутылок героин общей массой более 900 граммов. Мужчина пояснил, что занимается распространением наркотиков путём закладок, а хранит всё в доме в Малаховке. Там полицейские и обнаружили полимерные пакеты и бутылки с порошкообразным веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу. Спецоперацию «Ёлочка» развернули в лесах столичного региона. Ежегодно рейд преследует сезонных лесорубов, которые приходят в лес за несколько недель до Нового года. К поимке нарушителей в Люберцах присоединилась наша съёмочная группа. В любую погоду и время суток лесные инспекторы фокусируют взгляд на осторожных ворах новогодних деревьев и на тех, кто пилит ёлочки открыто. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 8.28 Кодекса административных правонарушений. Я одну только хотел. Будем оформлять. Вот и в Коренёвском форте попался очередной воришка, который хотел бесплатно осчастливить свою семью. Но скупой платит дважды. Санкция зависит от принесённого ущерба. Незаконная добыча может стать по-настоящему золотой. Штраф от трёх до двухсот тысяч рублей. Или вовсе уголовное наказание, если диаметр ёлочки превысит 16 сантиметров. На самом деле я не знал, что за это уголовная ответственность или штраф какой-то ёлки так вот растут вроде. Наверное, проще было бы купить на самом деле. Жаль, что я так сделал. Пресекают незаконную рубку пушистых красавиц регулярно. Рейды ёлочка охватили всю Московскую область. К ним подключили полторы тысячи инспекторов. Усиленные патрули в лесах проведут до начала новогодних каникул. Однако о тех, для кого важна именно ёлочка, ёлка лесной аромат, тоже позаботились. Предусмотрели две специальные новогодние плантации для законной вырубки хвойных. Одна из них находится в Дмитровском городском округе, другая в Раменском городском округе. В село Ульянино, посёлок Ульянинское лесничество. На данных питомниках каждый гражданин может законно срубить для себя новогоднюю ель, либо сосну. При этом заранее её оплатив. Удовольствие недорогое. Ёлочка до полутора метров обойдётся в 300 рублей. До двух метров в 700. В любом другом участке лесного фонда вырубка деревьев строго запрещена. Это же всё по-настоящему, это же живое. Это вот самый замечательный дорогой подарок нам. Спасибо вам. В историях с незаконными дровосеками, как и в сказке, всегда побеждает добро. Срубленные нарушителями новогодние деревца ежегодно попадают в дома к нуждающимся. В этот раз пушистая ёлочка стала праздничным подарком от лесных волшебников третьей школе-интернату развития. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В округе заработали шесть резиденций Деда Мороза. В ближайший месяц волшебник будет ждать гостей в культурно-досуговых центрах города и посёлков. Центральной обителью новогодних чудес стала Люберецкая картинная галерея. Ну, я хочу серёжки висячие, которые... Ну, Алина, они уже есть. Я панты хочу. Теперь о своих мечтах можно лично рассказать Деду Морозу. Он временно сменил прописку и поселился по соседству с юными люберчанами. Для тех, кто любит не говорить, а делать, в резиденции тоже найдутся занятия. Остаётся определиться, что в руке лежит лучше – картон для поделок или фотоаппарат. У нас проходят мастер-классы, интерактивные программы, мастерская «Снегурочки». И, конечно же, можно всегда сфотографироваться со мной. В резиденции Деда Мороза есть на что посмотреть. Новоселье волшебника отметили представление. Сказочные герои согрели первых гостей мастерской танцами и хороводами. Навещать люберчан и баловать их сценками – книжные персонажи обещают все новогодние праздники. С подробным расписанием всех сказок можно познакомиться на сайте администрации городского округа Люберцы. Там подробное расписание всех сказок и новогодних представлений. Резиденция Деда Мороза в картинной галерее будет работать каждый день, кроме понедельника. Здесь ждут гостей с 10 до 19 часов. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. И сезон новогодних утренников открыт. В первом на елку малышей и подростков пригласил Люберецкий городской жилищный трест. К организации детских праздников компания подходит с фантазией. Так что уходящий год гости утренника провожали на красной ковровой дорожке в компании супергероев. И никаких хороводов. Главное, чтобы весело было, хорошо и дружно, чтобы все понравилось. Удивить ребенка 21 века задача не из простых. Чего только нет в арсенале игрушек современного чада. Но впечатлить 150 представителей поколения Next в компании ЛГЖТ все же удалось. Секрет в уважении интересов детей всех возрастов. Развлекать малышей до 5 лет доверили укротителю мыльных пузырей. Дети до 9 лет личности самостоятельные, поэтому для них устроили праздник самоуправления. Их новогодним подарком стал зал с игровыми автоматами. Провести утренник верхом на мотоцикле или за рулем гоночного болида виновники торжества решали сами. Здесь очень хорошие игры. Мне нравится. Внимание подростков играми и фокусами не привлечешь. Хороводы не их уровень. Навстречу наступающему Новому году дети до 15 шли по красной ковровой дорожке. Их праздник – это коктейльная вечеринка в стиле «Оскар». И даже снегурочки сняли шубы и облачились в вечерние платья. Даже Дед Мороз у нас модерновый. Все уже на более современный лад переделано, поэтому продумано все до мелочей. То, что будет интересно всем, это 100%, даже родителям. Потому что пока дети развлекаются у себя, мы здесь развлекаем родителей игрой в боулинг. Коллектив ЛГЖТ называет себя семьей. Поэтому Новый год – самый семейный праздник в календаре – компания отмечает с особой теплотой. Торжество помогает еще больше сплотить коллектив и в одну ногу зашагать навстречу будущим трудовым достижениям. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Любимые сказочные персонажи и новогодние сувениры. Люберецкая картинная галерея распахнула свои двери для маленьких жителей округа. Гостей праздника ожидало сказочное представление в исполнении волонтеров молодежного парламента и подарки от представителей власти. Вот уже более 10 лет стало традицией, что партия «Единая Россия» местное отделение наше организует для детей с малоимущих семей, инвалидов, многодетных семей. Такой вот праздник. Не каждый может ребенка свозить куда-то, подарить подарок такой-то. Есть многодетные семьи, которым это не под руку. На этом новогодние сюрпризы не закончатся. Около ста детей из городского округа Люберцы поедут в Красногорск для участия в новогоднем представлении под эгидой правительства Московской области. В Люберецкой картинной галереи прошла и благотворительная новогодняя елка. Ее гостями стали дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Праздник для них готовили всем округом. Организацию взяла на себя комиссия по делам несовершеннолетних. Управление по работе с молодежью подготовило представление, а депутаты купили подарки. Чудо платным не бывает, решили благотворители округа и подарили новогоднюю сказку тем, кто не может ее купить. Из костюмов строгих в карнавальные переоделись волонтеры молодежного парламента. Малыши подмены не заметили и приняли новоиспеченных сказочных героев как своих. Я думаю, реакцию вы видите, и, конечно, они по-другому все это воспринимают. В их семьях не всегда есть такая возможность отвезти ребенка на утренник, на праздник, приобрести подарки. Не каждый Дед Мороз носит бороду. Роль волшебников сыграли люберецкие депутаты. Народные избранники позаботились о том, чтобы ни один ребенок не ушел с утренника с пустыми руками. Дмитрий Коровкин – благотворитель со стажем. Ежегодно тратятся они только на подарки для родных. Ну, во-первых, я сам интернатовский. Я знаю, что это такое. Когда тебе оказывают помощь, вот сейчас новогодние праздники, подарки, я же помню, это все прекрасно. А во-вторых, я считаю это правильным, помогать малозащищенным семьям. Пока дети развлекались на праздники, их ждал мешок с подарками. Благотворителя наполнили его игрушками и наборами для творчества. Новогоднее чудо они подарили полусотни маленьких люберчан. Дарья Борисова, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Зарядка с депутатом. Флешмоб под таким названием стартовал в Люберцах. Первое необычное занятие для учеников пятой гимназии. Урок физкультуры провел депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Общеукрепляющее, утром ободряющее. Если жив, пока еще гимнастика. Строки песни Владимира Высоцкого отлично характеризуют новый спортивный флешмоб. Зарядку с депутатом организовал Росмулспорт. Энергичные Сергей Агаджинян и Дмитрий Дениско показали настоящее силовое шоу. Ну и народный избранник тоже не промах спортом. Дмитрий Валентинович занимается всю жизнь. Последние 10 лет посвятил боксу. Ребятам депутат наглядно доказал, что и в 47 можно быть настоящим атлетом. Я вообще занимался всевозможными видами спорта, начиная от плавания и самбо. И для меня это действительно эндорфины. Я получаю удовольствие. Многие сейчас, особенно дети, подвержены гаджетовой зависимости. Без таких нагрузок жизнь человека будет не только короче, но и менее качественной. Сильными, успешными и потянутыми хотят быть все. И хороший пример стал для школьников заразительным. Под руководством мастеров самые смелые ученики опробовали свои силы. Опытам у спортсмена Михаилу Крючкову не хватило совсем немного, чтобы лопнула грелка. Тяжеловат именно момент, что я ее не плотно прижал, поэтому она сдувалась немного. А под конец я уже перестал, потому что чувствую, что уже не могу надуть, уже подустал. В военно-патриотическом центре «Вымпел» мы пробовали, стояли на гвоздях, лежали, на стеклах ходили. То есть в этом направлении дальше испытать себя. Занятие физкультурой с Дмитрием Дениско – это только начало большого проекта. Организаторы планируют продвинуть флешмоб на областной и всероссийские уровни. Мы хотели показать народных избранников, как обычных людей, готовы выполнять любые спортивные задачи. Это закалка, очень приличная моральная мотивация к каким-то новым рекордам, новым достижениям не только в спорте, а и в жизни. Следующая зарядка с депутатом пройдет в начале 2020 года. Планируется, что школьников вдохновит на новые победы. Люберецкий депутат Вячеслав Калинин. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Чтобы сыграть Форт Боярд, не обязательно ехать во Францию. Аналог популярной игры появился в Люберцах. Организаторы постарались сохранить все лучшие традиции шоу. Насколько им это удалось, оценила наша съемочная группа. И пусть за окном не плещется Атлантический океан, в Люберецком форте так и веет духом французской телеигры. На поиск сокровищ команды зовет паспарту. Тигры грозно смотрят на искателей приключений со стены. Если хищные хранители золота форта – это картинка, то крысы и тараканы в испытании на смелость самые настоящие. Если вы наносите бело ящико... Саня, давай! Как он это сделал? Это же... О, да! Есть кот! Где мы доставали записки, там было очень сложно. Там было внутри сначала крысы, тараканы и потом в конце была змея. До золота форта квест длиною в 10 заданий. И объяснять правила здесь ни к чему. Многие испытания – это копии тех самых приключений из телешоу. Обитатели крепости тоже словно сошли с экрана. Вот на поединок приглашает мэтр теней. А старец Фура листает книгу с загадками. Самое простенькое, что достает зубами затылок. Сейчас взяли очень много новых фишечек. Стараемся максимально приблизить это к тому, как показывают по телевизору, чтобы ребята приходили именно с такими эмоциями. О, мы здесь побывали и здесь реально так, как там. Одно весомое отличие все же есть. Чтобы сыграть Форт Боярд по-люберецки, не нужно спешить взрослеть. Занять место в команде можно уже в 6 лет. Чем не повод отметить здесь день рождения или выпускной. Работа в команде – это вообще классно. Дети очень веселые. И мы когда бегали, представляли, что это настоящий Форт Боярд. И все так радовались. Командный дух. И это очень классно – погрузиться в эту атмосферу. Не забыли и про взрослых. Верхней границы возрастных ограничений в игре нет. Так что, если вы не знаете, где отметить, скажем, выход на пенсию или корпоратив, подсказываем адрес – улица Волковская, дом 67. В Форт Боярд можно и позвонить. Паспорту ждет звонков по телефону, который вы видите на экране. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok